Привет вам, водники-походники! Если вы еще не определились с маршрутом летнего похода, то вот этот небольшой обзор может быть для вас весьма полезным. Это обзор водного похода по Северной Карелии, который включает в себя сразу несколько интересных мест. Здесь будут и многочисленные живописные острова Книжгубского водохранилища, и восхождение на Ивангору с шикарными видами, в хорошую погоду с высоты птичьего полета, и водопады и пороги речки Куксы, и красивый живописный ручей Лисий, и многочисленные острова и рыбные места, озеро Верхнее Кичана и Кичанский водопад, ну и как продолжение это острова Белого моря. Этот маршрут включает в себя и озерную часть, и сплав по маловодным порожитым речкам, и как продолжение сплав по Белому морю. По сложности его можно отнести примерно ко второй категории, потому что там будет немало естественных препятствий, которых придется преодолевать путем волоков и обносов. Так что этот маршрут больше подходит для таких активных экипажей, для тех, кто любит в начале похода просто плюхнуться в байдарку, и неделями плыть по течению, этот маршрут явно не подходит. Общая протяженность маршрута примерно 300-500 километров. Но его вовсе не обязательно проходить весь с начала до конца. Зайти на маршрут, так же как и уйти с маршрута, можно несколькими способами, несколькими вариантами. Так что каждый может выбрать себе участок продолжительностью где-то от полутора недель до полутора месяцев. Я называл поход Ковтская кругосветка, потому что он начинается и заканчивается на станции Ковда. Это как один из вариантов. Станция Ковда хороша тем, что здесь до воды достаточно близко. Но недостаток в том, что здесь останавливается очень мало поездов, но зато останавливается электричка Лоухи Кандалакша. Если доехать до Лоухов, дождаться этой электрички, она идет, по-моему, часов в семь, то примерно через два часа вы будете на станции Ковда. Вот выгрузившись на низкую платформу станции Ковда, можно пройти между вот этими домами и потом лесной тропой выйти к пристани. Здесь можно собирать байдарки. На озере Сирик множество островов, но все они какие-то такие угловатые, каменистые. Ну, по крайней мере, я ни одной приличной стоянки здесь не знаю, кроме вот этого острова мусорного. Но так как поезд или электричка приходит довольно рано, то имеет смысл в первый же день подняться в Книжегубское водохранилище. Для этого придется обойти вот эти острова и зарулить вот в этот вот заливчик. Далее нужно будет подняться по небольшому ручью. В нормальное лето там должна быть вода, хотя в сухое он может сильно пересыхать. Придется подняться сначала по порогам. Вот тут как раз и возможны обносы волокий этих порожков. По самим ламбинам наверняка можно будет плыть. И затем либо здесь через дамбу, либо пройти сюда и здесь через дамбу выйти в Книжегубское. Ну, а уже то искать на островах подходящей стоянки. Островов здесь много. Следующий этап – это нужно пройти в протоку Лобская. Это бывшая речка Лобская. Ориентиром там будет поселочек Лобская западь, вот здесь вот. Идти можно будет двумя путями. Либо вот здесь вот через озеро Беличи. Либо вот так вот через эту протоку. Здесь по пути можно полюбоваться многочисленными островами. В нормальную воду они очень красиво смотрятся, потому что они еще не покрыты полной всю зеленью. Вода смыла большую часть почвы. И, конечно, здесь хорошая рыбалка. Здесь очень не помешает навигатор с забитыми в него картами. Потому что островов на самом деле, ну, на обычных картах нарисовано гораздо меньше, чем их есть на самом деле. И даже опытному навигатору бывает трудно ориентироваться. Очень легко зарулить куда-нибудь сюда, вот в такие какие-то протоки. А найти вот эту протоку бывает не всегда просто. Не всегда легко с первого раза. А навигатор будет точно показывать ваше местоположение. И тогда уже ясно будет, куда двигаться дальше. Ну, а затем, пройдя озеро Лобское, двигаться по протоке Тюлле. Опять же, мимо островов. И до Волока в озеро Апудос. Волок находится в самой низкой части вот этого перешейка. И составляет примерно 250 метров. Вот здесь нужно сделать небольшое отступление и рассказать о дополнительном варианте заброски на этот маршрут. Ну, а также для, возможно, варианта окончания похода. Вот отсюда, от начала этой Волока Апудос можно подняться в озеро Ноль озера. Для этого придется пройти вот здесь вот, в озеро Пажма. И затем подняться по Ноль реке в Ноль озеро. Ноль река, она проходимая сверху вниз и снизу вверх. Конечно, вверх идти будет трудновато. Тут вот внизу порожек придется обнести. Вот тут порожки их можно провести. И есть где-то вот здесь вот, кажется. Или вот здесь вот порог, который тоже придется обнести. И так можно подняться до такой замусоренной полянки около моста, куда обычно привозят туристов из Чупы. И вот здесь отсюда можно эвакуироваться в Чупу. Обычно москвичи выезжают из столицы в пятницу вечером после работы. Ну, или в субботу в ночь. И, соответственно, прибывают в Чупу где-то либо в воскресенье под утро, либо в понедельник. Там их ждут машины, которые примерно через полтора часа привозят их вот как раз к этому самому мосту. Вот с этими машинами можно вернуться обратно на станцию. Либо здесь ждут туристы машины, заказанные заранее, которые приезжают сюда где-то часов 8-9 вечера. Потому что поезда в сторону Москвы идут, а они где-то после 10 вечера или после часа. Вот это второй вариант. С этими машинами можно договориться с водителем машин и уехать в Чупу. Ну, конечно, лучше договориться с водителями заранее. Найти их можно в Яндексе по запросу, заброску Чупа. Здесь, вот около этого мостика, там связь очень плохая. Далеко не каждый мобильник может взять, может брать. Поэтому имеет смысл перебраться в озеро и проплыть в самый-самый дальний его восточный угол. Вот здесь вот. Здесь находится поселок, вернее, бывший поселок Ноль озера. И здесь связь уже гораздо лучше. Здесь можно созвониться, вызвать машину и уехать на станцию Чупа. И точно так же можно заброситься на этот маршрут. Волок в озеро Подос находится в самой нижней части перешейка. Ну, примерно где-то здесь. А или может быть здесь, я уже точно не помню. Но там на берегу есть отметка, хорошо видная. Вот тут, сразу с правой стороны, будут хорошие места для стоянок. Вот здесь вот тоже, вот эти скальники, они все живописные. Там есть где встать. Но если вы планируете восхождение на Ивангору, то стоит остановиться вот на этом острове, в устье Пудоса. Здесь есть стоянка с видом на озеро. И здесь вторая стоянка около мостика называется. Потому что там мостик через Пудос. Дрова лучше запастись где-нибудь вот здесь заранее, потому что на острове там уже почти все сухое вырублено. Тропа, которая ведет на вершину Ивангорын, начинается от этого мостика, проходит мимо реки. И примерно вот так вот она выводит к вершине. Триангуляционному знаку. Он находится вот где-то здесь. Трудное место это будет примерно вот здесь. Вот такая стенка вертикальная, каменная. Высотой, наверное, метра два. Там придется подниматься, используя растущее рядом дерево. Но если пройти немного к востоку, то можно найти гораздо более легкий путь. Вот так вот. Отсюда открывается отличный вид на юг. Вдали даже видно озеро Тикшозера. Вообще, если есть время, то стоит погулять по Ивангоре весь день. Можно сходить на вторую вершину. Она вот примерно здесь где-то находится. Здесь вот внизу в распадках интересные места. Там болото со спелой морожкой. Это если конец июля. Вообще, стоило бы вот так вот как-нибудь по ней погулять. Ну, а чтобы посмотреть виды на озеро, на Тозер, на Пудос, то нужно пройти на смотровую площадку. Вот если от треангуляционного знака пройти на запад, примерно метров сто, потом резко повернуть к северу, там придется спуститься немножко вниз и подняться вот на этот вот гранитный такой обрывчик, с которым открываются шикарные виды на Нотозера, на Книжельгувское водохранилище, на озеро Пудос и так далее. Говорят, что в ясную погоду, когда нет дымки, отсюда видно даже трубы Кандалакшской ГЭС. Спуститься можно с горы по той же тропе, хотя можно вот с этого смотровой площадки пойти на запад. Там без тропы, там склоны пологие и так выйти к дороге, которая идет мимо, которая идет вдоль реки Пудос и выводит на ту же самую стоянку. Вот если восхождение на Ивангору займет полдня, то за оставшиеся полдня можно вполне выйти через горло Пудоса и через устье Винчи подняться вот сюда, к порогу каменной. Ну, тут стоит сделать еще одно отступление и рассказать о бонусном маршруте. Этот маршрут годится довольно опытным водникам, для тех, кто желает сплавиться по порогам реки Винчи. Для этого придется подняться от этой стоянки по речке Пудос до озера Винчи и затем уже сплавиться по Винчи до той самой стоянки в устье, которая на озере Челозера находится. Ну, сначала перенести байдарки здесь около мостика несложно и потом подниматься по этим ламбинам. Порожки вот эти придется сначала проводить, а вот здесь уже придется обносить по тропе, которая идет вроде бы как с правой стороны, если по ходу движения. И дойти можно вот до этого места. А здесь вот обратите внимание на сходить экскурсии на разваленные поселка лесозаготовителей, который так и не был построен, потому что в начале 80-х годов лесопромхозы отменили и все забросили. Первый день будет довольно тяжелый, потому что длинные переходы, особенно вот этот вот, где-то, наверное, с полкилометра. Он идет до озера Иринозера. Вот на этом озере можно и заночевать. Стоянки нужно искать примерно где-то здесь, насколько я помню. Второй день будет несколько проще, потому что пороги будут покороче, но и будет больше. Самый длинный такой порог – это мостовой. И вот здесь вот находится так называемый мост через реку Пудос, который ремонтируют, реконструируют или строят каждый год. И поднимаясь по Пудосу, можно выйти вот сюда вот и заночевать либо вот на этом островке, либо вот здесь вот, около порога Ак-Порог. Ак-Порог легко узнать вот по этим вот здоровенным камням, которые около него находятся. Раньше вот здесь вот был так называемый мост, который перегораживал все это дело, и приходилось байдарки обносить вот так вот. Ну а те, кто хотел сплавиться вот поэтому, по нижней части Ак-Порога, их обносили с левой стороны. Вот это самый мост, который находится, ну как-то явно не на своем положенном месте. Такое впечатление, что этот мост, он должен был находиться вот здесь вот. Его, видать, строили и строили, но когда лесопромхозы отменили, все это дело забросили, и возможно его просто-напросто смыло во время паводка вниз, и он здесь застрял. Здесь вот есть отличный такой сливчик, по которому так и хочется прокатиться на байдарке, но этого делать было невозможно, потому что вода уходила под мост, а это означает летальный исход. Ну вот, нашлись несколько лет назад добрые люди с бензопилами, и они этот мост пропилили, и получился такой проход. Правда, вот здесь вот они мало отпилили, поэтому очень можно запросто сюда залететь под эти бревна. Ну, в общем-то, мост, в общем-то, порог стал вполне проходимый. Вообще-то, у этого моста есть такая легенда, или такая гипотеза. По ней предполагалось, что река Винчи должна быть перегорожена, вот как раз в этом месте, и вся вода будет направлена в речку Пудос. То есть на Пудосе, пока еще там, на сухом месте, пока еще там нет воды, строили как раз вот эти лесотехнические сооружения для пропуска бревен. И вот, когда они должны были быть построены, собирались якобы вот эту речку Винчу перегородить, как раз этот мост был построен для того, чтобы сбрасывать с него камни и таким образом строить дамбу. Но, так как леспромхозы отменили, то ничего построено не было, и все находится в таком полусделанном, уже полуразрушенном состоянии. И на Пудосе, и на Винче. Но длина Винчи небольшая, где-то, кажется, километров 40, насколько я помню. Ее можно легко пройти за два дня. Но особо торопиться не стоит, потому что самые интересные места – это пороги. Пороги проходить стоит далеко не все. Большинство порогов лучше обносить. Вот их хорошо видно. Название уже не помню, как они называются. Ну, а самый большой, самый такой красивый, живописный порог – это, конечно, собачий. Порог этот относится к четвертой, а может быть, даже и пятой категории сложности. Так что без специальной подготовки соваться туда ни в коем случае не следует. Порог хорош в любую воду, и весной, и летом. Пока еще мост, под которым он начинается, целый. Так что можно перейти на другую сторону. И вот тут, с левой стороны, большая стоянка. Хотя справа тоже можно найти неплохое местечко. Обнести порог собачий лучше через эту самую стоянку. И вот примерно сюда вот. Вот здесь вот находится ряжевая стенка. А вот за ней отличный заливчик, куда можно перенести байдарки и уже дальше пойти к следующему порогу, который называется Падун. Ну, порог Падун, он вообще даже не порог, это больше похож на водопад. Он искусственного происхождения, потому что раньше винча протекала вот здесь вот. Вот тут ее русло, исконное. А этот порог был создан как раз для сплава леса. Вот напротив него здоровенная ряжевая стенка сделана, чтобы бревна не застревали, шли туда. Стоянка есть, вот если походу с правой стороны, там же можно обнести. Ну, можно пройти по правой стороне, и стоянка есть вот над этой ряжевой стенкой. С нее открывается отличный вид на этот водопад. Но, правда, там очень шумно. Вот так вот выглядит старое русло винчи. Но так как эти перегородки или эти дамбы, как там сказать, они частично деревянные, они постепенно разрушаются, то, возможно, лет через несколько десятков вся вода винчи будет идти здесь. И тогда красивый порог или водопад Падун уже будет совсем не так выглядеть, как сейчас. Дальше будет порог хариусный, который тоже можно обнести по левой стороне. И порог домашний, который можно тоже частично пройти, например, вот здесь вот, а здесь вот обнести. Стоянка вот тут есть около как раз домашнего. Где-то вот здесь примерно или здесь, не помню. И еще на острове. Вот примерно здесь на острове стоянка. Можно пройти и вот сюда вот здесь тоже места много. Большинство туристов почему-то стремятся обязательно остановиться вот здесь вот, где винчи впадают в Челозеры. Здесь находится самая популярная стоянка. Вернее, тут можно разместиться даже где-то три довольно большие группы. Здесь есть каменка для бани. Одна группа может стать вот со стороны винчи, вторая здесь и третья вот на этой поляне. Кроме того, вот от моста идет тропа сюда и здесь вот в Березнике примерно здесь находятся еще две большие стоянки, а может быть даже и больше. Если здесь места не хватило, то можно встать вот здесь вот с левой стороны. Хотя уже даже вот тут стоянка обустраивают. Лет это 30 назад туристы специально сожгли вот этот кусок леса и до сих пор таскают отсюда сушня как раз для этой самой бани. Вот если вы пришли сюда на эту стоянку под челозеру, то стоит совершить пешеходную экскурсию на пороге винчи. Для этого от этого моста нужно пойти на восток по этой дороге до перекрестка и потом сюда идти до верхней части озера Каменное. Здесь обойдя это Каменное, можно по дороге пройти как раз до порога собачьей. Этот порог можно осмотреть с обеих сторон, а потом пойти вниз по его правой стороне. Тропа не очень такая натоптанная, но вполне проходимая. И она приведет как раз к порогу подун. С правой стороны там стоянка и там же его можно обойти. И затем опять же по правой стороне можно дойти до порога Хариусной и потом вдоль берега до порога домашней. А уже оттуда вернуться на эту дорогу и по ней вернуться на стоянку. Вот такая экскурсия она займет примерно полдня, а за оставшиеся полдня можно пройти Челозеро и дойти до речки Кукса. Здесь нужно будет войти в эту речку и вот тут и вот здесь с правой стороны от самого нижнего водопада и находится стоянка. напротив нее сейчас формируется еще одна стоянка с баней возможно удастся встать там. Вот этот самый нижний водопад и вот здесь вот видно место для бани место для стоянки. Ну вся речка Кукса она была когда-то благоустроенная специально для сплава леса. Но сейчас эти сооружения они разрушаются и творится вот такое вот безобразие. Вот эти бревна будут здесь еще наверное лет 50 а может все 100. только после этого река примет свой такой нормальный дикий вид. Здесь стоит совершить пешеходную экскурсию вдоль речки Кукса по ее правому берегу есть тропа и посмотреть поснимать ее многочисленные порожки и водопадики и дойти до высокого красивого высокогорного озера Кукос но оно похоже на такое высокогорное берега у него высокие и затем этой же тропой можно вернуться обратно. Здесь стоит сделать еще одно отступление и рассказать о еще одном бонусном маршруте который больше подойдет для активного экипажа потому что он также предполагает немало волоков и обносов по этому маршруту можно подняться в Тикшозеро на нем несколько дней находиться посмотреть его острова и затем также сплавиться по речке Винча ну для этого придется подняться вдоль реки Кукса вот этой самой тропой либо вернуться немного назад вот до этого места тут хорошо видно бывшая пристань и здесь уже по дороге подняться Кукос расстояние примерно одинаковое и там и там примерно по 4 километра ну понятно что по дороге идти гораздо легче по Кукосу стоит сплавиться некоторое время ну например хотя бы дойти вот до этих островов и вернуться обратно стоянки здесь есть как у самого у того места где дорога подходит обычно она замусоренная потому что здесь много народа приходит стоянки есть на островах вот на этом берегу и даже вот здесь вот на таких маленьких мысиках переход из Кукоса в Текш озеро лучше начать с утра лето лето нужно зайти в этот заливчик и потом подняться по тропе в это озерцо и опять подняться по тропе сюда кстати если прийти сюда вечером то заночевать можно вот на этом живописном островке на нем хватит места для где-то двух трех палаток ну а дальше придется идти на юго восток сюда вот пока это заливчик не сузится настолько что превращается в рычеек и по этому рычеку подняться сюда там есть и тропы и заброшенные лесовозные дороги самое главное это выйти вот к этому мостику то есть можно примерно вот по ручью подняться в это озеро потом вот так вот где-то выйти на дорогу и по этой дороге к мостику пробраться либо по другой стороне тоже как-то пройти хотя можно напрямую и вот уже с этого озера начинается спуск с этого озерца начинается спуск в озеро Тикшозеро дальше придется сплавляться по системе озер которые между собой все соединены хотя здесь вот бывают такие вот небольшие порожки которые придется обносить или проводить и вот так вот через эту протоку через эту и вот здесь обнести небольшой такой порожек или дамбу и уже попасть в озеро Тикшозеро кстати вот на этих озерах наблюдается такое интересное явление обычно дно покрыто какой-то тиной такой ну как обычно серой бурой но в тех местах где здесь прошли лоси они эту корку которые на дне пробивают и тогда становится видно такое ярко изумрудно зеленое основание или дно вот этих озер непонятно то ли там материал какой-то минерал то ли это такие водоросли но главное что под этой коркой которые покрывают они не видны нужно обязательно ее либо вручную взламывать либо искать вот те места где лоси переходили ну текст озера оно хорошо тем что оно практически не зарегулированное то есть его уровень оставался много-много лет неизменным поэтому его можно считать естественным озером и вот вдоль этого берега можно пройти вот сюда вот либо что стоит сделать зарулить вот в этот архипелаг островов есть турист которые специально приезжают сюда чтобы где-то недели отдых быть вот на этих островах и затем уже идти сюда вот на этот переход уйдет наверное парочка дней потом еще за день можно дойти до моста где начинается Винча и Пудас вот считается что вправо это идет Пудас а влево идет Винча и потом они вот сливаются в озере Винча и потом снова мальчики направо то есть Пудас направо Винча налево вот можно здесь пройти здесь будет три таких вот несложных порожка хотя для разнообразия можно пойти по Винчи здесь будет низкий мост под которым Байдарку придется провести а вот здесь хорошо видно из космоса такое дерево бревно пропускное сооружение это такой деревянный лоток он построен потому что здесь много камней и бревна здесь никак не могут не могли проплывать кстати Байдарки здесь провести будет нелегко и вот предполагалось что здесь часть воды и бревна пойдут по этому лотку сюда вот ну а дальше уже в озеро Винчи ну а дальше уже известным путем через АК порог и так далее можно дойти до озера Челозеро так возвращаемся к нашему основному маршруту вот отсюда из устья Куксы нужно будет пойти попасть в нот озера и пройти его почти на север тут есть два пути традиционные это пересечь Челозеро снова и спуститься вот здесь вот по Винчи в нот озера а потом пройти вот через эти листяные острова на север но есть путь более короткий это пойти вот здесь вот на север и здесь будет еще один Волок ну длиной наверное с полкилометра в это небольшое озерцо от него сюда и здесь практически на север на острова листяные листяные острова они тоже очень живописные в хорошую погоду на них стоило бы остановиться на день или даже больше вот здесь их много и большие острова и камни и есть еще вот такой небольшой архипелаг островов вот как раз нужно держать в конце концов путь сюда чтобы найти вход вот в это самое губу лисью найти ее не так-то просто бывает а вот здесь вот есть на маленьком островке триангуляционный знак примерно здесь он находится вот не доходя до него метров триста нужно повернуть строго на север и зайти вот в эту самую губу лисью где впадает ручей лисий стоянка здесь есть вот с внутренней стороны практически напротив устья ручья по ручьеву лисьему можно проплыть не больше половины расстояния потому что ручей мелководный вот здесь нижний порожек придется обнести с левой стороны еще несколько порожков будет они тоже обносятся с левой стороны если так вот по ходу движения в середине здесь будет такой болотистый участок и там очень красивый этот ручей заросший кувшинками и затем уже перед верхней недостроенной плотиной тропа идет вправо проходит мимо разрушенного дома и выходит вот в эту самую губу и от этой губы стоит пойти вот сюда здесь вот неплохая стоянка есть еще есть стоянки где-то здесь вот в этих местах и на самом севере этого острова на самом севере этого озера вот найти где впадает в озеро лисий ручей лисий довольно-таки непросто придется пойти на самый север вот эту почти самую северную губу и нужно будет идти вдоль левого берега потому что здесь вот мелко а здесь вдоль левого берега вполне можно пройти и зайти как раз в ручей лисий и там видна тропа которая идет по болоту вот до этого озера Торфенова затем нужно будет проплыть это озеро оно мелкое и действительно там сплошной Торф там над ней очень толстый слой Торфа и дойти сюда и здесь будет еще один волок в озеро Верхние Кичаны остановиться можно здесь вот прямо в конце этого волока но лучше конечно пройти дальше стоянок на Верхних Кичанах довольно таки мало можно посмотреть где-то здесь стоянка вроде была и кажется вот здесь стоянка тут ориентир такой живописный островок будет еще стоянку можно посмотреть вот здесь здесь где-то большая такая стоянка популярная есть но я рекомендую остановиться вот на каком-то из этих островов и такие острова ледоколы они очень высокие у них вот эти вот западные стенки западные берега такие почти вертикальные они действительно немного похожи на ледоколы которые плывут куда-то на запад но уже отсюда начинается спуск по речке Кичанка на надувных байдарках спуститься по Кичанке можно примерно за полдня то есть все пороги сверху вниз проходимы часто туристы идут сюда снизу вверх и подъем занимает два дня особенность байдарки каркасная на надувных байдарках вот здесь порожек легко проходимый кстати вот на этом островке острове есть стоянка вот здесь стоянка есть и вот здесь внизу там где мост плотина вот придется проводить под этим мостом байдарку вернее сквозь этот самый мост плотину и потом дальше уже можно идти сюда в речку кичанку и придется обнести вот этот кичанский водопад по левой стороне и спуститься сюда стоянка вот на этом острове неплохая есть вот здесь стоит посмотреть деревню кичаны это была деревня лесозаготовителей они ее успели построить где-то в 70-х годов но когда упразднили лесхоза ее забросили и вот несколько лет назад там еще было пару жилых домов она находится вот примерно здесь вот то есть вот тут полотина находится мост можно оттуда пройти там дорога как раз сюда ведет а можно остановиться здесь ориентир это на берегу стояла такая печь с высокой трубой труба может быть уже и рухнула и там было что-то вроде бани вторая достопримечательность это Кичанский водопад он конечно не очень большой не такой грандиозный как на Винче но перепад наверное метра полтора будет ну вот отсюда из озера Лобское нужно двигаться практически строго на север и дойти до дамбы которая перекрывает старые русла Ковды и Бейшлота через который спускают лишнюю воду идти можно вот сюда через кривые острова острова ягодные здесь очень много и вот так вот дойти до Бейшлота либо пойти опять же через Беличи или как-то так вот вдоль Серебряного берега вот здесь вот есть красивый остров Филин вот этот берег называется Серебряный почему-то и вот здесь вот находится это самое Бейшлот ну тут нужно сделать такое отступление еще одно и рассказать об еще одном способе заброски на этот маршрут или наоборот выброски с него вот отсюда от этого Бейшлота можно пойти через протоку около острова Лайдасалма и дойти примерно вот сюда вот где находятся рыбацкие гаражи здесь можно собрать байдарки и пойти пешком на станцию княжи здесь примерно 4 километра и большей части дороги это довольно-таки неплохой асфальт советских времен кстати вот здесь вот на этом берегу Лайдасалма хорошие стояночки есть вот если 4 километра тащить кажется тяжело то можно зарулить на базу травяная и договориться там чтобы вас отвезли на машине конечно лучше телефон этой базы узнать заранее и заранее договориться точно этим же способом можно и заходить на маршрут можно доехать до станции княжи где останавливаются все поезда мурманского направления в этом ее преимущество выгрызутся здесь если там вас не будет подкарауливать машина которая готова отвезти куда угодно то можно уложить байдарку на тележку и вот по этой дороге двигаться сюда дорога хорошая километра 4 большая часть дороги сверху вниз и здесь можно пройти либо сюда к воде либо вот примерно сюда к воде в любом месте выбраться и дальше уже пойти сюда ну или конечно же можно еще заказать заранее машину штурбазы травяная так ну вернемся к основному маршруту вот это самая тамба которая перекрывает старое русло Ковда вернее старое русло вот здесь находится а вот это бешло через который спускает лишнюю воду когда бывает снежная зима или дождливое лето то открывает и река Ковда на несколько дней снова превращается в такую могучую бурляющую воду бурляющую реку и в этот в это время сплавляться по ней ну довольно таки трудно попасть в речку вернее в озеро Серик можно разными путями ну пожалуй самый легкий это зайти вот в этот заливчик и здесь разведать тропу об носа сюда вот здесь вот такая искусственная вернее естественная дамба получилась ее когда-то намыла река и вот в это место можно перетащиться здесь буквально метров наверное 300-400 и затем уже пойти без всяких препятствий по озеру Серик озеро Серик можно пройти за один день если конечно погода благоприятствует и в принципе можно к вечеру успеть на вечернюю электричку на Лоухе она идет где-то часов 7-8 вечера ну наверное стоило бы все-таки напоследок отдохнуть где-то на островах и потом уже на следующий день подготовившись не спеша идти на эту самую электричку ну либо продолжить путешествие но это уже будет маршрут второй номер потому что он включает в себя сплав по реке Ковда и довольно длительный поход по Белому морю вот на станции Ковда можно закончить первую часть маршрута Ковского кругосветка которая имеет форму эдакой вот какой-то кривой восьмерки либо начать вторую часть похода по-моему не менее интересную которая заканчивается в Чупе хотя есть и другие варианты протока из озера Серик в Ковду находится вот здесь вот хотя есть еще и вот такая вот протока пороги эти даже в сухое лето шестнадцатого года проходимы на надувной байдарке на каркасной конечно тяжелее будет самые сложные или вернее сказать самые длинные пороги которые невозможно пройти там придется проводить находятся ниже железнодорожного моста то то но И вот здесь вот ниже автомобильного моста. Вот такие ворота. А все остальное это такие ломбины, где можно спокойно плыть и наслаждаться хорошей тихой рекой. Главное, что она малолюдна, народ здесь бывает очень и очень редко. За один день можно спокойно добраться до озера Верховское и остановиться, например, вот на этом островке. Здесь место для стоянки есть как с этой стороны, как с той стороны, там даже вроде изба есть с этой стороны. И уже потом на второй день пойти дальше. Вот на второй день придется пройти легкий сливчик вот здесь вот. Потом где-то вот в этом месте находится бывшая водокачка, а ниже нее находится порог, который не проходим. Это самый крутой порог. Там перепад высот, ну, наверное, метра два на всю длину. Ну, а потом можно выйти в озеро Низовское и вот здесь вот пройти под мостиком, где дамба. Лучше выходить в море во время, в начале отлива, потому что когда полный отлив, здесь вот воды мало, тяжело будет пробираться, а когда прилив, то здесь течение встречное тоже не очень удобно. Здесь достопримечательность, это вот церковь Никола Чудотворца. Когда-то это была на вид такая традиционная поморская церковь. Но несколько лет назад ее отреставрировали и она стала больше похожа на такую католическую финскую церковь. После выхода в Белое море стоит на несколько недель зависнуть вот на островах вот этого архипелага. Вот этот остров Овечий здесь когда-то был, как сказать, пил лесозавод здесь когда-то был, поэтому он сильно замусорен остатками лесопиления. Горбыли там всякие, обрезки, там даже местами пристать к берегу опасно, потому что палки острые торчат. Лучше пойти вот по этим островам, либо здесь вот пройти. Вот на этом острове есть какой-то коттедж, говорят о том, москвичи там живут. А вот на этом острове Микков, местные называют его навигаторский, потому что вот здесь вот стоит такая избушка, где был когда-то навигаторский пункт, когда здесь было судоходство. Вот на этом острове, вот здесь вот находятся базальты, которым аж 3 миллиарда лет. Представляете себе, 3 миллиарда лет базальтам это немногие места, где можно их увидеть выходшими на поверхность. Обычно они глубоко под всякими осадочными породами сейчас находятся. И уже отсюда можно идти на север вдоль берега. Вот пройти вдоль берега, и вот здесь вот за мысом, кажется, кобыли наволок, что ли называется, вот здесь вот находится хорошее местечко на берегу для стоянки. Там такой красивый редкий сосновый лес. В общем, что-то очень сильно напоминающее пионерлагерь. Такие воспоминания детства. Ну, далее стоит вот эту вот губу пересечь. Вот здесь тоже интересная острова. А вот здесь вот остров, кажется, Учичей называется, находится такой пляжик. Такой чистый пляж, обращенный продон на северо-восток. Ну, на нем тоже вполне можно немного позагорать. Ну, а дальше путь идет опять же через эти вдоль берега, мимо островов, до острова Крестовой. На нем можно остановиться на этом острове. Если он занят, можно вот здесь остановиться. И здесь, в принципе, можно закончить морскую часть похода, если прийти сюда, собраться и на маршрутке уехать на станцию Княжия. Вот и заходить сюда, конечно, лучше во время прилива, потому что тут и так из канала течения хорошее, да еще и в отлив тяжело будет. А подняться нужно примерно вот сюда. Вот тут стоят такие вот, как сарачки, что ли. И здесь, на этом месте, хорошо разобрать байдарки. Упаковаться. И вот по этой дороге вверх, в гору, нужно будет дойти до трассы Кола. И где-то здесь, вот точно не помню, есть остановка. Маршрутка находит вот так вот. И потом идет Зеленоборск. И через Зеленоборск она уже туда идет, на станцию Княжия. Маршрутки чаще всего обычные пазики, насколько я понял. Так что можно с байдарками там поместиться. Ну вот, если есть время и желание продолжить этот маршрут, то можно отсюда, от острова, пройти, скажем, вот так вот. И пройти либо вокруг острова Волей, либо с этой стороны. И вот примерно где-то здесь, на этой стороне, местная достопримечательность. Такой здоровенный валун высотой, наверное, с двух- или даже трехэтажный дом. А на самом верху находится лодка-моторка. Вот это я, метр семьдесят два с кепкой. Вот виден этот валун из космоса. А вот так вот он выглядит с моря. Во время отлива его можно вообще пешком обойти. Но, к сожалению, сейчас вот этой вот памятной таблички на нем нет. Когда-то этот памятник возникли, воздвигли друзья погибшего здесь моряка. И туда на самую макушку затащили его моторку. И вот здесь вот было про него написано. Но потом вот эта вот мемориальная табличка куда-то пропала. Вот с острова Олей отсюда, либо отсюда, можно пойти на остров Капша. Стоянка вот на его самом восточном мысу находится. Ну и потом уже дальше вдоль берега на север. За день можно свободно пройти вдоль берега и остановиться вот здесь вот, где впадает ручей. Здесь тоже неплохая стоянка имеется. Ну и самое главное, можно пополнить запасы пресной воды. Следующий переход стоит сделать от этого ручья через этот остров Глов. И можно остановиться либо на нем, вот на его южном берегу есть стоянка, либо вот на этом небольшом островке Вороничном. Около этого островка здесь вот видна такая деревушка. Вот эта самая деревня. Хотя на картах это было обозначено как какой-то пионерлагерь. А потом предстоит довольно-таки такой длительный переход. Дело в том, что здесь очень много таких режимных объектов начинается. Пожалуй, самый такой заметный режимный объект – это вот эта вот нефтебаза. Вот ее пирса. Сама она вот здесь вот. Сейчас эта нефтебаза, она обанкротилась. И по крайней мере в 2014 году там никаких признаков, вернее не в 2014, а в прошлом, в 2016 году никаких признаков жизни заметно не было. Но все-таки лучше ее обойти по Бакинам. Там где-то Бакины стоят. И вот придется ее обходить, чтобы не заходить на территорию. И дальше пройти вот здесь. Потому что вот эти острова, они заповедные. Вот. Здесь высадка запрещена. Там торчат кругом желтые таблички угрожающего характера. И пройти можно примерно вот сюда, на этот мыс. Здесь вот стоянку можно найти. Либо сразу дальше на острова. Дальше тут есть группа Лупча островов. И вот на большом Лупче острове, вот примерно здесь вот, находится довольно-таки неплохая стоянка. Вот так немножко скрытая от шума городского. Я приехал в Кандалакшу и добрался до острова Большой Лупче остров. Это буквально тут рядышком километра два. Хотя можно поискать, конечно, другие. Вот на этом островке, на его западном берегу тоже стоянка есть, но она сильно замусорена. Там что-то вроде дачи кто-то или домишки кто-то строил. И вот здесь вот отдохнув, кстати, пресной водой можно запастись вот здесь вот. Здесь впадает речушка. И отдохнув, можно пойти уже сюда. Это сейчас покажу. Где-то вот здесь вот кажется. Место, где удобно будет разобрать байдарку. Вот если идти с Лупче островов, то видно вот такой небольшой, как сказать, как это называется, из камня насыпанной, типа пирса что ли. Здесь вот пару сарайчиков. И вот здесь как раз можно разобрать байдарку. И потом по этой дороге на тележке через железку вот так вот выйти на улицу Горького. И по этой улице можно подняться уже прямо к станции Кандалакша. По улице Горького дойти до Кольца. И затем вот по этой улице через тоннель под железной дорогой. И по улице Путепроводной как раз она и ведет Кандалакша. Расстояние здесь небольшое. Можно, наверное, так минут за 20 дойти. И, кстати, начать маршрут можно как раз тоже со станции Кандалакша. Вот этим самым путем от станции дойти до воды. Между прочим, вот в этом доме есть продовольственный магазинчик. Где-то здесь вот, то ли здесь вот, то ли здесь вот, торговый центр. Напротив вокзала тоже продовольственный магазинчик. Это на случай, если вы что-то забыли купить. И потом уже до этого сарайчика и дальше двигаться на юг, как я и сделал в 16-м году. И таким образом можно пройти этот маршрут примерно до Кубы Ковда. Дойти до села Ковда и оттуда уже выбираться на станцию Ковда. Ну, как видите, Ковской кругосветкой этот маршрут назван весьма условно. Тут можно сконструировать себе любой маршрут, любой продолжительности, любой длины. Можно начать, например, от станции Чупая. Добраться сюда на машине. Хотя есть дорога и можно своим ходом пройти. И затем можно пройти либо так вот, либо через Кичаны, либо через маршрут, называется петля Винчи. И можно дойти, скажем, до станции Княжия. Там можно спуститься в море здесь. Можно спуститься в море через озеро Серик к реку Ковда. Вот так вот пройти. И дойти до Кандалакша. Для любителей длительных походов можно вот тут составить еще один маршрут под названием Чупинская кругосветка. Их не одна. Их, по крайней мере, Чупинских кругосветок можно составить около сотни. Можно, например, вот так вот своим ходом дойти. И затем по Ковде. И затем через Чупинскую губу. Вот так вот. Можно вот отсюда из озера Лобское через озеро Негрозеро пройти. И отсюда в Паяконду. И здесь уже знакомым путем через Кузакотскую губу. И опять же сюда, в Чупинскую губу. Можно вот здесь спуститься. Обнести полотенную ГЭС. И пройти вот так вот. Ну, а дальше уже опять в Чупинскую губу можно зарулить. Или пойти в Кандалакшу. Вариантов очень много. В Карелии, в Северной Карелии нет какого-то единственного такого маршрута, по которому можно идти только так. Здесь всегда можно куда-то свернуть, что-то изменить. И получится у вас новый маршрут. Возможно, по которому уже давно никто не ходил. Возможно, всякие другие варианты. Если будут какие-то вопросы или что-то я здесь забыл осветить, не стесняйтесь, пишите. Все, что пока еще помню, расскажу. За сим прощаюсь до следующего ролика. Рассказывал и показывал Виктор Рогов. Удачи на воде!